Но не всегда поступки людей подпадали под нехитрую схему свой-чужой. Желание остаться человеком часто пересиливало инстинкт самосохранения. Николай Георгиевич Кочнев, сержант Красной Армии, зимой 41-го года бежал из немецкого плена. Выпрыгнул из открытого люка теплушки. Через несколько часов вышел к затерянному в лесной глуши хутору. Очень бедная избушка, земляной пол, солома вместо матраса. Двое детишек маленьких смотрят, понять разговоры не могут. Отец их немножко по-русски говорил. Откуда, товарищи, идете? Я ему сказал, от смерти дядя бежали. Несколько лет литовские крестьяне прятали Кочнева в сарае. Лечили медом от фурункулов, прожаривали одежду, борясь с овшами, делились нехитрой деревенской едой. Правда? Я говорю, ты же рискуешь жизнью всей своей семьи. Ради чего ты меня укрываешь? А я тебе говорю, не как большевика и коммуниста, а как человека, который хочет жить. Но потом, позже он уже говорил, я не хочу кровь проливать ни немцев, ни литовцев, ни русских. Я верующий человек. Кроме семьи Пранаса-Дамскиса, о Кочневе знали еще человек 50. И никто его не выдал. После войны солдат приехал повидаться со своими спасителями. Но Пранаса не нашел. Литву освободили, была мобилизация объявлена, он исчез. И там все соседи говорят, дамский бандит, дамский бандита. Я говорю, не верю, это наговоры. Я пошел в НКВД к начальнику НКВД. А я с автоматом, у меня уже медаль бельстит на груди, за отвагу я успел получить. Советский солдат пришел бандита вручать. Не верит никак капитан. Кочнев хотел привезти Пранаса в местный отдел НКВД и поручиться за него. Жена Пранаса долго не верила русскому солдату, но все-таки решилась и повела Кочнева в лес. Оказалось, Пранас-Дамскис почти три года просидел в бункере. На земле ему было жить страшнее, чем под землей. Он боялся и НКВД, и лесных братьев. Он меня похватил, ревет, целует. Моя жизнь в твоих руках, Никола, делай со мной, что хочешь. Я говорю, я сделаю тебе то, что сделал ты мне в 41-43 годах. После допроса в местном отделении НКВД, который длился сутки, Пранаса отпустили. Продолжение следует...